Идея сделать предприятие лучше у нас была всегда, признается директор. Обучение и дальнейшее преобразование началось летом 2020 года, после знакомства с Федеральным Центром Компетенций. Реализация нацпроекта рассчитана на три года. На первом этапе повышение производительности реализовывались на пилотном проекте. Им стал поток и чейстый бетон автоклавного твердения. С момента заливки до момента выхода на участок расплавок в зависимости от рецептуры, от внешних условий, от входящего сырья. За время реализации проекта сокращено время протекания процесса производства на 22%. Выработка увеличена на 14%. Для собственников возможность заработать больше денег. Для региона это получить больше отчислений. Для команды предприятия это развитие самого производства, развитие навыков и компетенций. После полугода работы уже создана база для дальнейших проектов по повышению производительности. Это и владение методиками, и проектный подход к реализации улучшений, обучения и сертификации собственных тренеров. У нас есть доска обращений, где любой рабочий, любой сотрудник нашего предприятия может написать любую просьбу, любое пожелание, любое предложение. Оно будет рассмотрено по возможности быстро, медленно, но будет реализовано жизнь, если есть здравая зерно и рациональность. Сегодня проект повышения производительности труда при поддержке губернатора увеличил свои масштабы. Его участниками теперь могут стать не только бюджетнообразующие предприятия. Мы еще подключаем в этот проект предприятия с выручкой от 100 до 400 миллионов рублей. Это субъекты малого и среднего бизнеса. Сегодня в этом проекте уже вот в этой категории, в этой когорте участвуют 10 предприятий. И все они дают очень хорошую положительную связь, обратную связь. Кроме того, по инициативе губернатора в Ростовской области мы реализуем проект «Эффективный регион». Идеология бережливого производства, бережливого управления при поддержке органов государственной власти распространяется не только в бизнес, но и в сами органы управления. Ростовская область реализует этот нацпроект с 2019 года. Сегодня в нем участвуют 67 предприятий. Это крупнейшие предприятия, относящиеся к обрабатывающей промышленности, строительству, логистике, транспорту, торговле и сельскому хозяйству. Внедрение технологий бережливого производства позволяет участникам нацпроекта получить максимальный экономический эффект и станет дополнительным источником для бюджета. Планируется, что до 2024 года бережливое производство внедрят 187 предприятий региона. Елена Ребжанова, Сергей Вишняков, Дон, 24, Октябрьский район.